Здравствуйте! Вас приветствует тестовая лаборатория Oldie Computers. Сегодня мы возьмем на тест планшетный ПК ADEON TPC-10, который является персональным компьютером в прямом смысле этого слова. Он основан на мобильном процессоре Atom и работает под управлением операционной системы Windows 7. Но обо всем по порядку. Начнем с комплектации. В комплект поставки входит само устройство, блок питания мощностью 35 Вт, сетевой кабель к нему, VGA-переходник, инструкция пользователя на русском языке, она же является гарантийным талоном, и чехол. Само устройство представляет из себя планшетный ПК с габаритами 274 на 172 на 14,5 мм и весом 870 г, а нос нам жено следующими интерфейсами и разъемами. На левой стороне расположены отверстия для подключения блока питания, слот для карточек памяти microSD с поддержкой формата SDHC вплоть до 32 ГБ. Видеоразъем, два USB версии 2.0, разъем для подключения наушников или микрофона и отверстие встроенного микрофона. На верхнем торце кнопка Reset, защищенная от случайного нажатия и отверстие воздуховода системы охлаждения. На передней панели мы видим веб-камеру с разрешением 1,3 Мп. Три индикатора, индикатор активности беспроводной сети, индикатор заряда батареи и индикатор включения. Справа находятся три кнопки, кнопка включения, кнопка домой и кнопка назад. В центре расположен экран с диагональю 10,1 дюйм и разрешением 1024 на 600 точек. Внутри ADEON TPC-10 нас ожидает процессор Atom N475 с тактовой частотой 1,83 ГГц, чипсет Intel NM10, 1 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3, работающий на тактовой частоте 667 МГц, SSD жесткий диск объемом 32 ГБ, сетевой Wi-Fi адаптер, адаптер Bluetooth версии 2.1, G-сенсор для ориентации в пространстве, литий-ионная батарея емкостью 3200 мАч. И все это находится под управлением 32-битной операционной системы Microsoft Windows 7 Home Premium. Теперь посмотрим, на что же способен этот малыш. И начнем, естественно, с включения девайса. От нажатия кнопки Power до загрузки рабочего стола проходит всего-навсего 27 секунд. Не каждый стационарный компьютер загружается с такой скоростью. Это становится возможным благодаря использованию в системе скоростного SSD диска. Он как раз и делает загрузку такой быстрой. Отдельно хочется отметить практически моментальный выход устройства из спящего режима. Посмотрим, как сама система оценивает производительность компьютера. Минимальный балл был выставлен процессору, что неудивительно, если учесть, что его максимальное энергопотребление составляет всего 6,5 Вт. Зато обратите внимание, как высоко система оценила жесткий диск. Конечно, девайс не предназначен для серьезных трехмерных игр. А вот аркады или обычные таймкиллеры ему вполне по плечу. Смотреть кино на устройстве одно удовольствие. Все видео воспроизводится без проблем вплоть до стандарта Full HD. Также приятному просмотру фильмов способствует очень яркий экран. А вот встроенные динамики нельзя назвать громкими. Впрочем, как раз на этот случай устройство оборудовано разъемом миниджек. Как мы уже отметили, современные 3D-игры не подходят для этого планшета. А вот шутеры предыдущего поколения идут без проблем. В тестовом пакете PCMark 2005 планшет получил следующие результаты. Одним из главных критериев при выборе мобильного устройства является время автономной работы. С этим параметром у девайса все в порядке. В режиме просмотра видео при максимальной яркости экрана заряда аккумулятора хватает на 2 часа 37 минут, а при работе с текстовым документом более чем на 4 часа. А теперь проверим работу датчика ориентации в пространстве. Как видите, переворачивание экрана с альбомного на книжный происходит практически моментально. Просто отличный результат. Теперь рассмотрим подробнее работу тачскрина. Благодаря емкостному экрану устройство распознает сразу несколько прикосновений. Позиционирование очень четкое и никаких нареканий не вызывает. Протестировав это устройство, можно сделать вывод. Планшетные ПК уверенно завоевывают все большую долю рынка. Если у вас есть необходимость в мобильном устройстве, габариты которого меньше габаритов нетбука, но при этом вы не готовы расстаться с привычными вам программами под операционную систему Windows, данный планшет создан для вас. Полнофункциональной ПК подобных размеров на рынке практически нет. Производительность данного планшета вполне достаточна для выполнения любой задачи, которая может возникнуть в дороге или просто в удалении стационарного ПК. До свидания! Продолжение следует...